короче смотри если хочешь крафтить пушку очень легко тебе нужны вот такие фрагменты создание оружия чтобы взять получить надо сезонный пропуск пройти путешествие наследника вот она если ты вот эти все подарочки позабирал это вот этом ящичке тебе будет выпадать свиток модификации оружия и свиток модификации брони плюс рецепт x5 лентом их по 20 штучек выпадает а сверкающий сундук с фрагментами редкого рецепта вот и там будет пять сундучков да и 25 фрагментов получается выпадает да 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 вот так и этот сундучок дается в день раза по 2 или чё я не понимаю как оно дается и почему он удается вроде ничего не указано период действия там с такого по такое все задачи я не понимаю как оно работает но я себе уже накрафтил 3 рецептика вот но для того чтобы скрафтить оружие нужен еще один офигенный такой компонентик драх камень исключительного качества чтобы его сделать нужен драх камень высокого качества а чтобы сделать драх камень высокого качества нужно выбить смобов драх камень обычный вот 10 штучек драх камня это драх камень высокого качества а чтобы скрафтить драх камень исключительного качества. Нужен драг-камень высокого качества 10 штук. Ну вот, ты понимаешь, да? Чтобы один такой скрафтить, нужно 10 таких. А чтобы скрафтить оружие, нужно два вот таких камня. В этом вся загвоздка. Я бы уже давно себе накрафтил бы. Попробовал поточить посохи. Блин, я просто скрафтил вот посох гигантов. Я повелся, короче, вот доп. урон, критологи. Атака плюс 2. Доп. урон плюс 2. Кулак гиганта плюс 1. Это при попадании обычными атаками или атакующими умениями наносит цели урон, используя силу гиганта. Ну, ты понимаешь, 1%. Это один раз в год и палка стреляет. Это, походу, про эту палку. Так. Ну, короче, чтобы скрафтить оружие, ну, не очень надо заморачиваться. Как бы сильно. А, еще 3000 кристаллов. Ну, кристаллы вот падают с того же сундучка. С того же сундучка падают кристаллы. Получается, 2000 кристаллов и 100 улучшенных кристаллов. Вот вся загвоздка тупо драг камнях вот этих. Которых надо искать мобов. Которых фармить эти камни. Второй этаж. Паук. Расхититель. А на первом что нет этого паука расхитителя. Могу пропускать просто. Точи, вот второй этаж Крумы. Паук. Расхититель. Драгоценный камень падает. Слабая стихиям ветер. Еще неплохой фарм вот тут. Где оно? Вот лагерь орков турек. Тоже неплохой фарм там идет. Там получается выпадают с орков. Вот. Печать орка призыва. Вот с этой печати где она? Можно создавать ожерелье. Там 10 тысяч адены и 20 печатей. Там плюс 1 защиты макс хп. Ну такое. Но эти еще печати можно сдавать в магазин. Вот 3 печати. Одна печать 700 адены. И они неплохо кстати там падают. Там расходку мне окупало. Где-то я фармил получается. минут за 50 где-то 280 тысяч. И плюс вот эти там печать орков. Шилин. Печать орков вот это выпадало где-то штук 25 20 когда как ту расходку окупало по бутылочкам. Плюс там еще падает очень много хлама которого можно разобрать. И ты проходишь пропуск адена. Вот я 90 вещей там разобрал. Где-то наверное день там стоял фармил. Столько говна падает. Но надо смотреть за персонажем. Если у тебя будет перегруз то у тебя перестанет восстанавливаться МП и ХП больше 50% если перегруз будет. То надо постоянно следить. Потому что там просто нет нет а там раз и говна насыпало. Нормально так. Ну смотри все изи легко. Ладно.